Гомер Ильиада Песнь девятая Посольство Читает Пётр Филин Так охраняли трояне свой ста. Но Охеин волнует ужас свыше неспосла. Бегство дрожащего спутника. Грусть, нестерпимая самых отважнейших, Дух поражает. Словно во быстрые ветра волнуют понт многорыбный, Шумный барей и зефир. Кои из фраки и дуя вдруг налетают свирепы, Вдруг почерневшие зыби грозно холмятся, И множество бороста хлещут из моря. Так раздирались от души в груди благородных донай. Царя Гомемнон печалью глубокую в сердце пронзённый Окрест ходил, рассылая глашатая в звонкоголосых К сонму вождей приглашать. Но по имени каждого мужа тихо, без клича, И сам между первых владыка трудился. Мужи совета сидели унылые. Царя Гомемнон стал проливающий слёзы, Как горный поток черноводный, Сверху стремнистой скалы проливает мрачные воды. Он, глубоко стянающий, так говорил между Данаев. Други, вожди и властители мудрых и храбрых Данаев, Зевс Громовержец меня уловил в неизбежную гибель. Пагубный, прежде обетом и знаменем, Сам предназначил не возвратиться Рушителем Трои высокотвердынной. Ныне же злое пельщение он совершил И велит мне в Аргас бесславным бежать, Погубившему столько народа. Так, без сомнения, Богу, всемощному Зевсу угодно. Многих уже он городов разрушил, Высокие главы. И еще сокрушит Беспредельно могущество Зевса. Други, не млите, И что повелю я вам, Все повинуйтесь. Должна бежать. Возвратимся в дорогое отечество наше, Нам не разрушить Трои с широкими стогнами Града. Так говорил, И молчание глубокое все сохраняли. Долго сидели безмолвны, Унылые духом Данай. Но между них, наконец, Сговорил Диомет благородный. Сын Атреев, На речи твои неразумные, Первые я возражу, Как в собраниях позволено. Царь, не сердись. Храбрость мою порицал ты Недавно притрачу Ахейской. Робким меня, Невоинственным ты называл. Но довольно ведаю Тор Гивяне, И юноша каждый старец. Дар лишь единый тебе даровал Хитроумный краньон. Скипетром власти славиться Дал он тебе перед всеми. Твердости ж не дал, В которой верховная власть человека. О, добродушный! Уже ли ты веришь, Что мы, Аргивяне, Так невоинственны, Так малосильны, Как ты называешь? Не жили сам ты Столь пламенно жаждешь В дом возвратиться? Мчиса! Дорога открыта, Суда возле моря готовы, Коих-то ликое множество Ты устремил, Измекен. Но останутся здесь Другие герои Ахейн, Трое пока не разрушим В опрах. Но когда и другие, Пусть их бегут с кораблями К любезным Отечеству землям. Я и с Фенел остаемся, И будем сражаться, Да коли трое конца Не найдем. И, надеюсь, С Богом пришли мы. Так произнес. И воскликнули О, крестахейские мужи, Смелым девясь и речам Диамеда, Смирителя гони. Но между ними восстав, Говорил благомысленный Нестор. Сын Тидеев, Ты как в сражениях Воин храбрейший, Так и в советах, И сверстников юных Советник отличный. Речи твоей не осудит никто Из присущих Данаев. Слово противу не скажет, Но речи к концу Не довел ты. Молод еще ты И сыном моим Без сомнения Был бы самым юнейшим. Однако, Штедид, Говорил ты разумно Меж аргибских царей. Говорил бы ты Все справедливо. Ныне же я Пред тобою гордящейся Старостью жизни Слово скажу И окончу его. И никто Из Ахеян Речи моей Не осудит. Ни сам Агамемнон Держал. Тот Беззаконен, Безродин, Скиталец бездомный На свете, Кто Междоусобную брань Человеком ужасную Любит. Но покоримся Теперь Наступающей Сумрачной Ночи. Воинство Пусть Вечеряет, А стражи Пусть Совокупно Выйдут И станут Кругому Изрытого Рва За стеной. Дело Сие Возлагаю На юноши. После Немедля Ты Начни Агамемнон. Державнейший Ты Между Нами. Пир Для Старейшин Устрой И Прилично Тебе И Способно. Стан Твой Полон Вина. Аргивяне Его От Фракиян Каждый День В кораблях По Широкому Понту Привозят. Всем К угощению Обилуешь, Властвуешь Многим Народом. Собранным Многим Того Ты Послушайся, Кто Между Ними Лучше Совет Присоветует. Нужен Теперь Для Ахеян Добрый Разумный Совет. Сопостаты Почти Пред Судами Жгут Огни Несчетные. Кто Веселится Их Видя, Внешняя Ночь Иль Погубит Нам Воинство Иль Избавит. Так Он Вещал И Внимательно Слушав Они Покорились. К Страже С Оружьем В руках Устремили Сахейские Мужи. Несторов Несторов Сын Фразимет Народа Пелосского Пастырь. С ним Аскалав И Иялмин Сыны Мужигубца Орея. Критский Герой Мерион И устроивал вечерю каждого. Царь Агамемнон, старее шинахейских собравшихся, Вводит царскую сень, и пир предлагает им сердцу приятное. К сладостным яствам, предложенным, руки герои простерли, И когда питьем и пищую глад утолили, Старец, меж он ими первый слагать помышления начал, Нестор, который и прежде блистал превосходством советов. Он, благомысленный, так говорил и советовал сонникам. Славою светлые три, повелитель мужей Агамемна, Слово начну я с тебя и окончу тобою, Могучий многих народов ты царь, И тебе вручил олимпиец, скиптр и законы, Досуд и совет произносишь народу. Более всех ты обязан исказывать слово и слушать, Мысль исполнять и другого, Если кто сердцем внушенный доброе скажет, Но что совершить, от тебя то зависит. Ныне я вам поведаю, что мне является лучшим, Думы другой превосходней сей никто не премыслит. В сердце какую ношу я с давней поры до ныне, Сонова дня, как ты, о божественный. Брисову дочерь, силой искущей исторгу Пылавшего гневом Пеллида, Нашим не вняв убеждень. Сколько тебя, Агамемнон, я отговаривал, Но увлекаясь духом высоким мужа, Храбрейшего в рате, которого чествуют боги, Ты обесчестил, награды лишил. Но хоть ныне могучий, вместе подумаем, Как бы его умолить нам, Смягчивший лестными сердцу дарами И дружеской ласковой речи. Быстро ему отвечал Повелитель мужей Агамем. Старец, не ложно мои прегрешения ты обличаешь. Так погрешил, не могу отрекаться я. Стоит народа смертный, единый, Которого зевс от сердца возлюбится. Так он сего возлюбив, превознес, А Данаев унизил. Но как уже погрешил, Обуявшего сердца послушав, Сам я загладить хочу И несметные выдать награды. Здесь перед вами Дары знаменитые, все я исчистлю. Десять талантов золота, Двадцать лоханей блестящих, Семь треножников новых, Не бывших в огне, И двенадцать коней могучих, Победных, стяжавших награды рестань. Истинно, жил бы и не беден, И в злате высоко ценимом Тот не нуждался бы мужу, Которого было бы столько, Сколько наград для меня Быстроногие вынесли кое. Семь непорочных жен, Рукодельниц искусных, Дарую лесбоских, Коих тогда, как разрушил он лесбос цветущий, Сам я избрал, Красотой побеждающих жжен земнородных. Сих ему дам, И при них возвращу я и ту, Что похитил Брисову дочь, И при том величайшую клятвой клянувся. Нет, не всходил я на Одр, Никогда не сближался я с ней, Так, как мужем и женам Свойственно межчеловекам. Все то получит он ныне. Еще же, Когда аргивянам Трою прямо великую боги Дадут и спровергнуть, Пусть он и медью, и златом Корабль обильно наполнит, Сам наблюдая, Как будем делить боевую добычу. Пусть из троянских жены Сберет по желанию двадцать, После аргивской Елены Красотой превосходнейшим троек. Если же в Аргас придем, В Ахейский край благодатный, Взять им его назову я, И честью сравняю с Арестом, Сыном одним у меня, Возрастающим в полном довольстве. Три у меня расцветают В дому благосозданном тщери, Хрисофемиса, Лаодика, Юная и Фионасса. Пусть он какую желает Любезную сердцу, Без вена В отеческий дом. А приданная Сам я за нею Славная дам, Какого никто не давал За невестой. Семь подарю я Градов процветающих, Многонародных, Град Кардамилу, Энопу И тучную травами Геру, Феры, Любимая небом, Анфею с глубокой долиной, Гроздим Венчанный Педас И Энею, Град Велелепный. Все же они У Приморья С Пилосом Смежный пищат. Их населяют Богатые мужи Овцами, Волами, Кои дарами его Как Бога Чествовать будут. И под Скиптором Ему заплатят Богатые дань. Так я немедли Исполню, Как скоро Вражду он оставит. Пусть примирится. Аид Несмирим, Аид Непреклонен, Но зато Из Богов Ненавистнее Всех Он И людям. Пусть Мне уступит Как следует. Я И владычеством Вышим Я И годов Старшинством Перед ним Справедлива Дархуза. Рек. И Атриду Ответствовал Нестор Конник Геленский. Сын Знаменитый Атрея, Владыка Мужея Гамемна. Нет, Дары Непрезренны Хочешь Ты дать Ахиллесу. Благо, Друзья, Поспешим Женарочных Послать, Да Скорее Шествуют Мужи Избранные Ксении Царя Ахиллеса. Или Позвольте Я Сами Сберу их, Они Согласятся. Феникс, Любимец Богов, Предводитель Посольства Добудет. После Аяк Стеломонит И царь Одиссей Благородный. Но Эврибат И Годий Да Идут Как Вестники С ним. На руки Дайте Воды, Сотворите Святое Молчание И Помолимся Зевсу. Да Ныне Помилуй Нас Он. Так Говорил И для Всех Произнес Он Приятное Слово. Вестники Скоро Царям Возлияли На руки Воду. Юноши Черным Вином Наполнив Доверху Чаши Кубками Всем Подносили От Правой Страны Начиная. Жертву Богам Возлияв И Спив До Желания Сердца Вместе Послы Поспешили Исения Три До Владыки. Каждому Старец Мигал Особенно Сыну Лаэрда Все Об Испытали Дабы Преклонить Ахиллеса Героя. К сеням Пришед И к судам Мирмидонским Находит Героя. Видит, Что Сердце Своё Услаждает Он Лирою Звонкой, Пышной, Изящно Украшенной, Сребряной Накольней Сверху, Выбранной Им Из корысти Как Грады Теонов Разрушены. Лиру Он Дух Услаждал, Воспевая Славу Героям. Менетиад Перед ним Лишь Единый Сидел И Безмолвный Ждал Экида, Пока Песнопение Он Не Окочил. То И Порою Приближись Послы Одиссей Впереди Их Стали Против Ахиллеса. Герой Изумлённый Воспрянул С Лирой В руках И От места Сидения К ним Устремился. Так Произнес И Повёл Их Дальше Пилит Благородный Там Посадил Их На креслах На пышных Коврах Пурпуровых И Обратясь Говорил К находящемуся Близко Патрогу. Чашу Поболе Друг Менетит Подай На трапезу Цельного Нам Раствори И Поставь Перед Каждого Кубка. Мы уже Любезные Сердцу Собрались Под сенью Так Говорил И Патрогол Покорился Любезному Другу. Сам Ж Огромный Анлот Положил У Огничного Света И Хребты Разложил В нём Овцы И Козы Утучнелой Бросил И Окорок Жирного Борова Туком Блестящий Их Автомедон Держал Рассекал Ахиллес Благородный После Искусно Дробил На куски И Вонзал И На Верни Жаркий Огонь Между тем Разводил Менетит Боговидный Чуть Ж Огонь Ослабел И Багряное Пламя Поблекло Угли Разгребший Пилит Вертела Над Огнём Простирает И Священную Солью Крапит На Подпор Подымая Так Их Обжарив Кругом На Обеденный Стол Сотрясает Тою Порою Потрокал По Столу В Красивых Корзинах Хлебы Расставил Но Яство Гостям Ахиллес Благородный Сам Разделил И Против Одиссея Подобного Богу Сел На Другой Стороне А Жертвовать Жителям Неба Другу Патроклу Велел И В огонь Он Бросил Начатки К Сладостным Яствам Предложенным Руки Герои Простерли И Когда Питьем И Пищу Глад Утолили Фениксу Знак Теламонит Подал Одиссея То Постигнул Кубок Налил И Приветствовал За руку Взявши Пелита Здравствуй Пелит В дружелюбных Нам пиршествах Нет Недостатка Сколько Под царскую Сенью Владыки Народа Ватрида Столько И Здесь Изобильно Всего К усложнению Сердца В пире Твоем А теперь Не о пиршествах Радостных Дела Грозную Гибель Питомец Краниона Близко Увидев Трепети Мы В неизвестности Наши Суда Мы Избавим Или Погубим Ежели Ты Не одеешься В крепость Близко Судов Под стеной Уже Наши Устан Положили Гордые Мужи Трояне И Их Дальноземные Други Станя Кругом Сжигают Огни И Грозятся Что Боли Их Не Удержат Что Прямо На Наши Суда Не Грян Им Извест Благовесное Знамение Вправе Являя Молнией Блещет И Гектор Ужасной Усилой Кичася Буйно Свирепствует Крепкий На Зевса В Ничто Он Вменяет Смертных И Самых Богов Обладаемый Бешенством Страшно Молится Только Скорей Появилась Деница Святая Хвалится Завтра Срубить С кораблей Кормовые Креп Пламенем Бурным Пожечь Корабли И Самих Назахея Всех Перед Ними Избить Удушаемых Дымом Пожар Страшно Герой Трепещу Я До Гордых Угроз Приамида Боги Ему Не Исполнят А Нам Да Не Судит Судьбина Гибнуть Под Троей Далеко От Аргаса Милая Чиза Храбрый Воздвигнись Когда ты Желаешь Хоть Поздно Ахеян Столь Утесненных Избавить От ярости Толпич Троянский После Тебе Самому То Горестно Будет Но Поздно Зло Допустивше Искать Исправление Лучше Во время Раньше Помысли Да Пагубный День Отвратишь От Ахея Друг Не тебе Ли Родитель Пелей Заповедовал Старец В день Как Из Вти Тебя Посылал Катрей Усы Доблесть Мой Сын Даровать И Афина И Гера Богиня Могут Когда Соизволен Но Ты Лишь В Персях Горячих Гордую Душу Обуздывай Кротость Любезная Лучше Раз Призлотворной Как можно Чуждайся Да Пачи И пачи Между Хеем Тебя Почитают Молодые Старцы Так Заповедовал Старец А Ты Забываешь Смех Чиса Гнев Отложи Сокрушительный Сердце Тебе Агамем Нон Выдаст Дары Многоценные Ежели Гнев Ты Оставишь Хочешь Ли Слушай И я Пред тобой И друзьями И счислю Сколько Даров Знаменитых Тебе Обещал Агамем Десять Талантов Золота Двадцать Лоханий Блестящих Семь Треножников Новых Не бывших В огне И двенадцать Коней Могучих Победных Сдержавших Награды Ристань Истинно Жил бы Небеденный В злате Высокоценимым Тот Не нуждался Б мужу Которого Было бы Столько Сколько Атриду Наград Быстроногие Вынесли Конь Семь Непорочных Жен Рукодельниц Искусных Дарует Лесбоских Коих Тогда Как разрушил Ты Лесбос Цветущий Сам он Избрал Красотой Побеждающих Жен Земнород Их Он Дарит И При них Возвращает И ту Что Похитил Брисову Дочь И Притом Величайшую Клятвой Клянется Нет Не И всходил Он На Одр Никогда Не Сближался Он С нею Так Как Мужам И Жен Свойственно Меж Человекам Все То Получишь До Ныне Еще же Когда Аргивянам Трою Прямо Великую Боги Дадут Неспровергнуть Целый Корабль Ты И Медью И Златом Обильно Наполни Сам Наблюдая Как Будем Делить Боевые Корысти Сам Между Женными Пленными Выбери Двадцать Троянок После Аргивской Елены Красой Превосходнейшим Троя Если Ж Воротимся В Аргас Хахейский Край Благодатный Зятем Тебя Назовет Он И Честью С Арестом Сравняет С Сыном Одним У него Возрастающим В полном Довольстве Трех Дочерей Он Невест В Благосозданном Доме Имеет Хрисофемису Лаодику Юную И Фианасу Ты По желанию Изоных Любезную Сердцу Безвена В отеческий Дом Отведи А Приданное Сам Он За нею Славное Вынос Какого Никто Не давал За невестой Семь Подарит Он Городов Процветающих Многонародных Град Кардамилу Энопу И Тучную Паства Мегеру Феры Любимые Небом Анфею С Глубокой Долиной Гроздем Венчанный Педас И Энею Град Велелеп Все Ж Они У Приморья С Пилосом С Меж Пища Их Населяют Богатые Мужи Овцами Волами Кои Дарами Тебя Как Бога Чествовать Будут И Под Скиптором Тебе Заплатят Богатые Дани Так Так Он Исполнит Немедля Коль Скоро Вражду Ты Оставишь Если Ж Атрида Гамемнен Еще Для Тебя Ненавистен Он И Подарки Его Пожалей О других Теахейц Станешь Жестоко Стеснен Тебя Как Бессмертного Бога Ради Почтут Между Них Ты Покроешься Дивной Славой Гектора Ты Поразишь До Тебя Он Приближится Ныне Буйством Своим Обезумленным Он Никого Не Считает Равным Себе Межданаями Сколько Не Есть Их Под Трой Рек Ему На Ответ Говорил Ахиллез Сын Благородный Лаэрдов Герой Одиссея Многоум Должен Я Думу Свою Тебе Объявить Откровенно Как Я И Мыслю И Что Я И 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 Вашим Жужжанием Скучать Мне Один За Другим Приступая Тот Ненавистен Мне Как Врата Ненавистного Ада Кто Кто Душе Сокрывает Одно Говорит Же Другое Я Же Скажу Вам Прямо Что Почитаю Я Лучше Нет Немогучие Три Дни Другие Надеюсь Дана И Сердце Во мне Не Смягчат И Какая Тому Благодарность Кто Беспрестанно Безустально Бился На Битвах С Врагами Равная Доля У вас Неродивцу И Рьяному В Битве Та Ж Единая Честь Воздаётся И Робким И Храбрым Все Здесь Равно Умирает Бездельный Иль Сделавший Много Что Мне Наградую Было За то Что Понёс Я На Сердце Душу Мою Подвергая Вседневно Опасностям Брат Словно Как Птица Бесперым Птенцам Промышляючи Корму Ищет И носит Во рту И Что Горько Самой Забывает Так Я По Троею Сколько Ночей Проводил Бессон Сколько Дней Кровавых Насечил Жестоких Окончил Промышляю А властелину Атриду все отдавал их. А он позади, при судах оставаясь, их принимал и удерживал много, выделывал мало. Несколько выдал из них, как награды царям и героям. Целы награды у всех. У меня же одного из Данаев отнял, и, властвуя милой женой, наслаждается ею. Царь сладострасный! За что же воюют троя наргивяне? Рать и зачем собирал, и за что их привел напрямо сам Агаменко? Не ради ли одной ли покудрой Елены? Или супруг непорочных любит от всех земнородных только отрезанной? Добродетельный муж и разумный каждый свою бережет и любит, как я, Бресаиду. Я Бресаиду любил, несмотря что оружием добыл. Нет, как награду исторгнул из рук, и меня обманул он. Пусть не прельщает. Мне он известен, меня не уловит. Пусть он с тобой, Одиссея, и с другими царями Ахеян думает, как отсудов отвратить пожирающий пламень. Истинно, многое он, и один без меня уже сделал. Стену для вас сгромоздил, И окоп перед оною вывел. Страшно глубокий, широкий, И внутрь его колья уставил. Но бесполезно. Могущество Гектора, Людоубийцы, Сим не удержит. Пока межоргивцами я подвязался, Боя далеко от стен, Начинать не отважился Гектор. К скейским вратам лишь и к дубу дохаживал. Там он однажды встретился мне, Но едва избежал моего нападения. Больше с божественным Гектором Я воевать не намерил. Завтра, Зевсу воздав и другим небожителям жертвы, Я нагружу корабли И немедля спущу их на волны. Завтра же, если желаешь, Если тебя то заботит, С ранней зарею узришь, Как по рыбному понту помчатся Все мои корабли Под дружиною жарко-гребущей. Если счастливое плавание Даст Посейдон немогучий, В третий день, без сомнения, Втии достигну холмистый. Там довольный имею, Что бросил, Сюда я повлекшись. Много везу и отсели, Золота, меди багряной, Пленных, Красноопоясанных шон И седое железо, Все, что по жребию взял. Но награду, что он даровал мне, Сам надо мной ругаясь, И отнял от Рида Гомемнон Властью гордой. Скажите ему, что я говорю вам, Все и пред всеми. Пускай и другие, как я, негодуют, Если кого из Ахеян Еще обмануть уповает, Вечным бесстыдством покрытый. Ну что до меня, я надеюсь, Он хоть и нагл, как пес, Но в лицо мне смотреть не посмеет. С ним не хочу я никак сообщаться, Ни словом, ни делом. Раз он коварно меня обманул, Оскорбил, и вторично, словом, уже не уловит. Довольно с него, Но спокойный, пусть он исчезнет. Лишил его разума, Зевс, промыслитель. Даром гнушаюсь его, И в ничто самого я вменяю. Если бы и в десять, и в двадцать он крат Предлагал мне сокровищ, Сколько и ныне имеет, и сколько еще их накопит, Даже хоть все, что приносит Архомен Или Фива Египтен, Град, где богатства без сметы В обителях граждан хранятся. Град, в котором сто врат, А изон их из каждого По двести ратных мужей В колесницах на быстрых конях выезжает. Или хоть столько давал бы мне, Сколько песку здесь и прах. Сердце Исима его не преклонит Атрида Гамемна, Прежде чем все не изгладит Терзающей душу обидной. Дчери с супругой себе не возьмут Атриева сына. Если красою она со золотой Афродитою споет, Если искусством работ светлоокой Афине подобно, Дчери его не возьму. Да найдет и Захеин другого, Кто ему больше приличен И царственной властью выше. Эжели боги меня сохранят И в дом возвращусь я, Там жену благородную сам Сговорит миродитель. Много Ахеинок есть И в Элладе, И в Счастливой Фти, В чере Ахейских вельмож, И городов, И земель властелинов. Сердцу любую из них Назову я супругою милой. Там, о, как часто Мое благородное сердце лкает, Брачный союз совершил С непорочной супругой милой И в жизнь насладиться стяжаней, Старцем Пелеем стяжан. С жизнью, Но мне не сравнится ничто, Ни богатства, Какими сей Илеон, Как вещают, обиловал, Град, процветавший В прежние мирные дни До нашествия рати Ахейской, Ни сокровища, Сколько их каменный свод заключает, В храме Феба-пророка В Пифосе, Утесами грозных. Можно все приобрести, И балов, и овец, Реброрун, Можно стяжать и прекрасных коней, И золотые треноги. Душу ж назад возвратить Невозможно, Души не стяжаешь, Вновь не уловишь ее, Как однажды из уст улетела. Матерь моя, Среброногая, Мне возвестила фетида. Жребий двояки Меня ведет К гробовому пределу. Если я останусь я здесь, Перед градом троянским Сражаться, Нет возвращения мне, Но слава моя Не погибнет. Если же в дом возвращусь я, В любезную землю родную, Слава моя погибнет, Но будет мой век Долголетен. И меня не безвременно Смерть роковая постигнет. Я и другим воеводам Ахийским советую тоже В дом и отсюда отплыть. Никогда вы конца Не дождетесь Трои высокой. Над нею Перунов метатель Кронион Руку свою распростет. И возвысилась Дерзость народа. Вы и возвратитесь Теперь. И всем благородным Данаем Мой непреложно Ответ Как посланников Долг возвестите. Пусть на Совете Другое премыслит. Вернейшее средство. Как им спасти И суда, И эйский народ, Утесненный Подле судов Пареход. А то, Что замыслили Ныне, Будет Беспользой Ей. Я Не преклонен Во гневе. Феникс Останется Здесь. У нас Успокоится Старец. Завтра же, Если захочет, Неволе Его не беру я. Вместе со мной В кораблях Отплывет Клюбезный отчин. Так возразил. И молчание Долгое Все сохраняли Речи Его Пораженные. Грозно Ее говорил он. Между послов Наконец Провещал, Заливаясь Слезами Феникс, Конник седой. Тревитал О судах Унахейских. Если уже Возвратиться, Пелит Благородный, На сердце Ты положил И от наших Судов Совершенно Отрекся Огнь Отразить Пожирающий, Гнев Запал Тебе В душу. Как, О, Возлюбленный Сын, Без тебя Один Я останусь? Вместе С тобою Меня послал Эакит, Твой Родитель. В день Как из Втии Тебя Отпускал В ополчение Атрида. И юный Ты был Неискусим В войне Человечеству Тяжкой, В сонмах Советных Неопытен, Где Прославляются Мужем. Мужем С тем Он Меня И послал Для Тебя Всему Научу Я. Был Бы В речах Ты Вития И Делатель Дел Знаменитый. Нет, Мой Возлюбленный Сын, Без Тебя Не могу, Не Желаю Здесь Оставаться. Хотя Бы Сам Бог Обещал Всемогущий Старость Совлекший Вновь Возвратить Мне Цветущую Младость. Годы, Как Бросил Элладу Я Славную Жен Красотою, Злобы Отца Избегая Аминтера Грозного Старца. Гневался Он На Меня За Пышноволосую Деву. Страстно Он Деву Любил И Жестоко Бесславил Супруг Матерь Мою. А Она Обнимая Мне Ноги Молила С Девую Прежде Почить, Чтобы Стал Ненавистен Ей Старец. Я Покорился И Сделал. Отец Мой То Скоро Приметив Начал Меня Проклинать, Умоляя Ужасных Ириней Век На Колено Своей Да Не Примет Он Милого Сына Мной Порожденного. Отчие Клятвы Исполнили Боги. Зевс Подземный Чуждой Жалости Персефония. В Гневе Убить Отца Изощренную Медью Решился. Боги Мой Гнев Укротили, Представивши Сердцу, Какая Будет В народе Молва И Какой Мне Позор В Человеках, Ежели Отце Убийцей Меня Прозовут Оргивянь. Но От Оной Поры Для Меня Уже Стало Несносно Близко Отца Раздраженного В Доме С Тоскою Скитаться. Други Родные Мои Неотступно Меня Окружая Силились Общей Мольбой Удержать В Отеческом Доме Много И тучных Овец И тяжелых Валов Круторогих В Доме Зарезано. Многие Свиньи Блестящие Туком По Двору Были Простерты На Яркий Огонь Обжигаться. Много Выпита Была Вина Из Кувшина Ботцовских. Девять Ночей Непрерывно Они Вгрупп Меня Ночевали. Стражу Держали Изменяясь. Целые Ночи Не гаснул В доме Огонь. Один Под Крыльцом На дворе Крепкостенном И другой В Синях Пред Дверями Моей Почиваль. Но Когда Мне Десятая Темная Ночь Наступила, Я У себя В Почивальне Искусно Створявшие Из Двери Выломал, Вышел И Быстро Через Стену Двора Перепрягал. Тайна От Всех И Домовых Жен И Мужей Стерегущих. После Далеко Бежал Через Обширные Степи Эллады И Пришел Его В Ти Овец Холмистую Матери Прямо К Пелею Царю. И Меня Он Принял Благосклонно Так Полюбил, Как Любит Родитель Единого Сына, Поздно Рожденного Старцу, Наследника Благ Его Многих. Сделал Богатым Меня И Народ Многочисленный Верю. Там Над Долопами Царствуя Жил Я На Втистом Пределе. Там И Тебя Воспитал Я Такого Бессмертным Подобный. Нежно Тебя Я Любил. Никогда С другим Не хотел Ты Выйти На пир Пред Гостей. Ничего Не Вкушал Ты И Дома Прежде Поколе Тебя Не Возьму Я К себе На Колено. Пищи Разрезав Не Дам И Вина Кустам Не Приближу. Сколько Ты Раз Ахиле Заливал Мне Одежду На Персих Брызжи Из Уст Вино Во Время Неловкого Детства. Много Забот Для Тебя И Много Трудов Перенес Я, Думая Так, Что, Как Боги Уже Не Судили Мне Сына, Сыном Тебя Ахиле С Подобный Богам Ты Помышлял Я Избавишь Меня От Беды Недостойной Сын Мой Смири Жи Ты Душу Высокую Храбрый Не Должен Сердце Мне Милостив Быть Умолимые Самые Боги Столько Превысшие Нас И Величи Славой И Силой И Богов Приношением Жертвы Обетом Смиренным Вин Возлиянием И Дымом Курений Смягчает И Гневных Смертной Молящей Когда Он Пред Ними Виновен И Грешен Так Молитвы Смиренные Чери Великого Зевса Хромы Морщинистые Робко Подъемлющие Очи Косые Вслед За Обидой Они Непрестанно Заботные Ходят Но Обида Могуча Ногами Быстра Перед Ними Мчится Далеко Вперед И По всей Их Земле Упреждая Смертных Язвит А Молитвы Спешат Исцелять Уязвленных Кто Кто Принимает Почтительно Зевсовых Дщерей Прибежных Много Тому Помогают Скоро Молящемуся Вне Кто Ж Презирает Боги И Душою Суров Отвергает К Зевсу Прибегнув Они Умоляют Отца Да Обида Ходит За ним По следам И его Уязвляя Накажет Друг Воздай Жи И ты Что Следует Зевсовым Тщерям Честь На воздание Кои Всех Добрых Склоняются Души Если б Даров Не давал Как теперь Так и После Толь многих Сына Треев Но все Бы Упорствовал В гибельном Гневе И не просил Бы Тебя Чтобы Гнев Справедливый Отринул Ты защитил Аргивиан Невзирая Что Жажут Защиты Много И ныне Даров Он дает И вперед Обещает С кротким Прошением К тебе Присылает Мужей Знаменитых В целом Народе Избранных Тебе Самому Здесь Любезных Более Всех Изданая Не Призри Жи Их Ты Ни речи Ни посещения Ты Не без Права Гневался Прежнее Так Мы Слышим Молвы И о Древних Славных Героях Былкая Калидона Града И Яростно Бились Рати Мужи Этольцы Стояли За Град Калидон Им Любезный Мужи Куреты Была Ли Обитель Их Боем Разрушить Горе Такое На них Артемида Богиня Воздвигла В гневе Своем Что И Ней С Плодоносного Сада Начатков Ей Не Принес А Бессмертных Других Насладил Гекотомбой Жертвы Лишь Ей Не Принес Громовершца Великого Чия Он Не Родел Или Забыл Но Душой Согрешил Безрассудно Гневное Божие Чадо Стрельбой Веселящая Из Феба Вепря Подвигла На них Белоклыка Валютого Зверя Страшный Он Вредный Насил На Инее Сады Набегая Купы Высоких Дерев Прокинул Одно На Другое Вместе С Коренями Вместе С Блистательным Яблоком Цветом Зверя Убил Наконец Инеид Мелиагр Нестрашимый Вызвав Кругом Из Гродов Звероловцев С Сердитыми Псами Многих Его Одолеть Не Успели Бы С Малою Силой Это Ков Был На Костер Печальный Многих Послало Феба О нем Воспалила Жестокую Шумную Расплю Бой О клыкастой Главе 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 свою, легконогую нимфу. Сонного времени в доме отец и почтенная матерь, дочь Алкионою прозвали, в память того, что и матерь, горькую долю неся Алкионы, многопечальной, плакала целые дни, как ее стреловержец похитил. Он у супруги покоился, гнев душевредный питая, матери клятвами страшно прогневанный. Грустная матерь часто богов заклинала отмстить за убитого брата. Часто руками она, иступленная, озим любила, и на коленях сидящая и грудя, вливая слезами, с воплем молила Аида и страшную Персифонию смерть на сына послать. И, носящаясь в мраках Ириннис, фурия немилосердная в коплю вняла из Эреба. Скоро у врат калидонских истук и треск раздались, башен громимых врагу. Мелиагра и тольские старцы стали молить и послали избранных священников бога, дар обещая великий, да выйдет герой и спасет их. Где плодоноснее земля на веселых полях калидонских, там позволяли ему в пятьдесят десятин наилучше выбрать удел. Половину земли виноградом покрытой и половину ногоей для ранее годной отрезать. Много его умолял конеборец и ней престарелый. Сам до порога, поднявшись с его почивальни высокой, в створы дверей он стучал и просил убедительно сына. Много и сестры его, и почтенная матерь молили. Пущий отказ был. Много его и друзья убеждали, чтимые им, и любимые более всех в калидоне. Но ничем у него не подвигнули сердце. Да коли терем его от ударов кругом не потрясся, на башне сила куретов зашла, и град зажигала великий. И тогда-то уже Мелиагра, жена молодая, стала рыдая молить и исчислила все пред героем, что в завоеванном граде людей постигает несчастных. Граждан в жилищах их режут, пламень весь град пожирает, в плены детей, и красного поясанных жен увлекает. Духом герой взволновался, о страшных деяниях слыша, выйти решился и пышноблещущим покрылся доспехом. Так Мелиагра отразил погибельный день от Этолина. Следуя сердцу. Еще Мелиагру не отдано было многих прекрасных даров, но несчастье так отразило. Ты ж не за мысли подобного, сын мой любезный, и демон сердце тебе да не склонит к сей думе. Погибельней будет в бурном пожаре суда избавлять. Для даров знаменитых выйди, герой, и тебя, как Бога, почтут аргивяне. Если же ты без даров, а по нужде набране полчишься, чести подобной не снищешь, хоть будешь и брани решитель. Старцу немедля ответствовал царь Елес с быстроногой. Феникс, отец мой, старец божественный, в чести подобной нужды мне нет. Я надеюсь быть чествован волею Зевса. Честь я сию сохраню перед войском, Да, коль дыхание будет в груди у меня, И могучие движутся ноги. Молвлю тебе другое, а ты положи то на сердце. Мне не волнуй ты души, Предо мною крушаса и плача, Сыну Атрея в угодность. Тебе не должно Атрида столько любить. Да тому, кем любим, ненавистен не будешь. Ты оскорби человека, который меня оскорбляет. Царствуй, равно как и я, И честь разделяй ты со мною. Скажут они мой ответ, Оставайся ты здесь, успокойся, В куще на мягком ложе, А завтра с восходом Деницы Вместе помыслим, Отплыть во своя сенам Или остаться. Рек и Патроклу в безмолвии Знаменье подал бровями Фениксу мягкой ложе подслать. Да скорее другие выйти из кущи помыслить. Тогда Теламонид Великий, Богу подобный Аякс, Подымался и так говорил. Сын благородный, Лаэртон, Герой одессей многоумный, Время идти. Я вижу, Желаемой цели беседы Сим нам путем не достигнуть. Ахейцам как можно скорее Должно ответ объявить, Хоть он и не радостью. Нас, ожидая, Ахейцы сидят. Ахиллес, Мермедонец, Дикую в сердце вложил За предел выходящую гордость. Смертный, суровый, В ничто поставляет Дружбу он ближних, Дружбу, какую мы в стане Его отличали пред всеми. Смертный, С душой бесчувственной, Брат за убитого брата, Даже за сына убитого Пенью отец принимает. Самый убийца в народе живет, Отплатившись богатством. Пенью же взявший И мстительный дух Свои гордые сердца Все, наконец, укращает. Но в сердце тебе Бесконечный мерзостный гнев Положили бессмертные Ради единой девы. Но семь их тебе, Превосходнейших, Мы предлагаем Много даров и других. Облеки милосердием душу, Собственный дом свой почти. У тебя под кровом пришельцы, Мы от народа Ахейского, Люди, которые ищем Дружбы твоей И почтения Более всех из Ахеян. И немедленно ему отвечал Ахиллес в быстроногой. Сын Теламонов, Аякс благородный, Властитель народа, Все ты, я чувствую, сам Говорил о душе мне. Но храбрый, Сердце мое Раздымается гневом, Лишь вспомню о том, Я как обесчестил меня Перед целым народом Ахейским, Царь Агамен. Как будто бы был я Скиталец презрен. Вы возвратитесь назад И пославшему весть Возвестите. Я, Объявите ему, Не по мыслию о битве кровавой Прежде, пока Приамид брононосный, Божественный Гектор, К сеням уже И широким судам Не придет Мермидонским, Ратья Хеян разбив, И пока не зажжет кораблей Их. Здесь же, У сени моей, Пред моим кораблем Чернобоким, Гектор, Как ни неистов, От брани уймется, Надеюсь. Рек он И каждый В молчании Кубок взяв Двоедонный Возлил богам И из сеней Сшел. Одиссей Предытек И. Тою порою Патрокол Повелел И друзьями, Рабыням Фениксу Мягкой ложи Как можно скорее Готовить. Жены ему Повинуясь, Как он повелел, Простирали Рунный овец, Покрывалый Цвет Нежнейший Из лена. Там Покоился Феникс, Деницы Святой Ожидая. Но Ахиллес Почевал Внутри Крепкостворчатой Кущи И при нем Возлегла Полоненная Им лесбиянка. Форбас Одуч Диомеда Румяно-ланитая Дева Сын Жеменетти Вспал Напротив И при нем Возлежала Легкая Станом Эфиса Емохи Лесом Героем Данная В день Как разрушил Он Скирос Град Эниене Те же Едва Показались Угущие Атрида Владыки С кубками Их Золотыми Ахеян Сыны Привечали Встречу Один за Другим Подымаясь Их Вопрошая Первый Из них Говорил Повелитель Мужей Агамем 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 Возникнет Агамем Агамем Так Агамем 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 Лучше Когда б Не просил Ты Высокого Сердца Пилида Столько Даров Обещая Горд И сам По себе Он Ты же В Нелидово Сердце Вселяешь И большую Горность Кончим О нем И его Мы Оставим Отсюда Он Едет Или Не Едет Начнет Без сомнения Ратовать Снова Ежели Сердце Велит И Бог Всемогущий Воздвел Слушайте Други Что я Предложу Вам Одобрите Всего Ныне Предайтесь Покою Но Прежде Сердца Ободрите Пищей Вином Вино Человеку И бодрость И крепость Завтра Как скоро Блеснет Разоперстая В небе Деница Быстро Отрит Пред судами Построит И конных И беших Дух Ободри И сам Перед воинством Первый Сражайся Так Произнес И Воскликнули Весело Все Скиптроносцы Смелым Девясь Речам Диамет Смирителя Конь Все Наконец Возлиявши Богам Разошлись По кущам Где предались Покою И сна Насладились Дарами Продолжение следует... Продолжение следует...